всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня будет болтологическое видео вам этот формат понравился вы мне в комментариях оставили вопросы и сегодня я отвечу на некоторые из этих вопросов ну и параллельно пока буду отвечать хочу снова продвинуть мишку он что-то меня совсем не продвигается вы немало вопросов задаете давайте больше у нас будет такой мишка для ответов на вопросы напомню что он речь идет о наборе компании дима и шанса это будет игрушка виде медведя объемного серия бир хакс целая семья и сейчас я вышиваю честера это глава семьи то есть папа я уже честно говоря не помню как я снимала так чтобы и было видно вам и я как-то могла вышивать потому что вы понимаете передо мной штатив передо мной камера камера еще на зарядке стоит и я буду пытаться вышивать естественно вышивая не так как я сейчас вышиваю на камеру потому что дальше я буду в две руки вышивать без камеры все-таки в одной и не значит сейчас сейчас попробую конечно подвернул мне сегодня здесь немножечко мешает оборудование вот так сделаем так первый вопрос был таким на тему кошек и орхидеи я показывала что у меня живет кошка и я вам показывала что у меня на подоконнике стоят орхидеи и ольга мне задала вопрос не опасно ли орхидеи для кошки не опасно ли кошка для орхидеи не пытается ли она их есть ну что я здесь могу сказать у меня то кошка которая осталась она у меня очень спокойная она у меня растение не грызет не хулиганит чуть-чуть конечно да я чек суеверный она вообще мне такая достаточно деликатная девочка поэтому вот на данный момент не орхидеи для кошки не кошка для орхидеи не опасно потому что она их не ест она их не скидывает и ничего с ними не происходит но могу из опыта сказать что у меня же до этого было много кошек у меня был питомник я разводила породы норвежских лесных кошек у меня были три взрослых кот давно на канале помните бонечка мой и у него было две жены в какой-то момент естественно были котята и для растений скорее была опасность от кошек в том что кошки могли их сбросить вниз но здесь это все могу так сказать что у меня по крайней мере было решено таким образом что если на подоконнике цветы стоят так что кошка не может туда запрыгнуть ну то есть ей там просто нет места горшки стоят подряд друг с другом и кошки нет места запрыгнуть то по крайней мере моего что они запрыгивали и соответственно не роняли горшки ну и плюс я старалась сделать так чтобы у них не было доступа на подоконник при помощи каких-нибудь иных способов чем прыгнуть с полу наверх то есть например пройти по спинке дивана на кухне да и там что-то пожевать но больше это касалось когда были котята вот плюс если есть какие-то растения в доме которые интересны кошкам то я тогда стараюсь их поставить на стойку есть такие металлические стойки и по кругу места для горшков мне тоже туда кошки забраться нереально то есть я не ругаюсь я понимаю что это просто природа но кошка же не специально это делать чтобы мне досадить поэтому я просто стараюсь обеспечить такие условия в которых цвета будет находиться в зоне недосягаемой для кошки и все ну сейчас на такой проблемы нету потому что кошка у меня не интересуется цветами ничего не жует поэтому ответ на этот вопрос нет ни орхидеи для кошек ни кошка для орхидеи сейчас не опасно ну и вообще даже когда у меня было больше кошек уж чем чем орхидеями точно не интересовались им больше интересно допустим драцена у нее там листики интересно свисают ими можно поиграть и пожевать интересно орхидея ну стоит и стоит ничего интересного нету так и следующий блок вопросов мне задала юля юля вам привет такие вопросы интересные я думаю что я все видео посвящу уже ответом на них то что там несколько вопросов и там более такие требуются развернутые ответы значит первый вопрос предпочитаете вышивать по наборам или авторским схемам и почему вот здесь наверное я бы хотела позанудничать и поговорить немножко еще на тему а что есть авторские схемы да потому что в принципе даже в набор вложена схема которая разработана каким-то автором и где проложить ту границу между набором и авторскими схемами потому что есть буклеты например на и это вроде бы как авторские схемы но при этом к этим буклетом можно купить пэк и тогда вот эта авторская схема с буклетом превращается ли в набор ну скорее превращается в комплектацию да бывает что и сами дизайнеры к своим схемам предлагают комплектацию ну российские дизайнеры очень активно это используют у нас когда приезжаешь на выставку формула рукоделия есть целая часть выставки которая именно посвящена дизайнерам и они там продают наряду со схемами сразу целый набор и ну то есть и конечно я понимаю что интуитивно граница лежит между тем что наборы это все-таки некоторое массовое производство когда их сотнями тысячами на потоке выпускают собирать там где-то на фабрике авторская это все-таки на какой-то индивидуальное предпринимательство когда человек отрисовывает схему и дальше уже ее продает либо в том числе там не собирает материал ну я интуитивно понимаю да разницу между тускими схемами и наборами ну вот моя мысль это просто к чему к тому что мне как-то вот трудно провести границу для однозначного ответа потому что вот буклеты те же самых там американских авторов кэтибэрик вам стрит сэмплерс мойра блэкберн это же те же самые схемы сэнди вортон которые можно купить на сайте кулю студию на это я просто найти что приходит в голову называю это мы тоже будем считать авторскими схемами ну давайте я скорее вот разделю все таки этот вопрос на для того чтобы ответить на этот вопрос на две категории до что есть схемы которые продаются как схемы бумажные да и нужно допустим комплектацию собрать самим и есть некие наборы когда материалы уже либо вложены в набор либо предлагаются в виде пэка к схеме вот наверное я перефразирую этот вопрос для себя так мне кажется что юрий именно это имела ввиду наверно хотя там есть еще один аспект я тоже ним больше скажу вот если выбирать между этими двумя составляющими то наверное тоже однозначного ответа я не скажу то что да для меня набор очень удобный тем что можно лиц не париться купил открыл вышиваешь то же самое с пэками получил открыл и вышиваешь это удобно если еще в схеме разные разные ниточки там шелка treasures и здесь не нужно тратить время на комплектацию это безусловно удобно да есть наборов которые хочется что-то поменять чаще всего конечно мы меняем основу когда нам кажется что сюжет на равномерке будет смотреться лучше чем на еде либо вот тоже такой пример для меня сейчас актуальный это dimensions когда хочется золотые бусины вложенные в набор поменять ну либо на бисер либо какие-то пиконусы ну просто потому что золотые бусины в дименшин сами знаете не очень хорошего качества вот покупая схему конечно нужно еще заморочиться подбором материалов конечно удобно когда схема разработана пример ниточках демси у нас у всех есть определенный запас этих ниток можно что-то докупить в принципе для меня нет разницы на то есть если передо мной будет стоять вариант купить схему или набор при прочих равных условиях я пойду сюжета то что если мне нравится сюжет значит я потом по этой схеме соберу все материалы и все есть другой вариант например да вот те же самые круги клейтона они продаются как наборами так и схемами и схемы даны в ниточках демси и и вот периодически я покупаю именно схемы почему потому что эти круги снимаются с производства но при этом я не хочу в данный конкретный момент тратить много денег на покупку набора потому что но наборов у меня много и я не уверена когда я захочу вышивать тот или иной круг при этом я боюсь что его снимут с производства пиратить где-то в интернете я не люблю я люблю вышивать по оригинальным буклетом и схемам поэтому именно и страх того что его снимут с производства но при этом я не хочу сейчас тратить много денег на конкретный набор я могу позволить себе купить схему и просто потом скомплектовать сама себе и ниточки подключу демси это и вот если именно говорить о разнице между наборами авторскими схемами с точки зрения комплектации если говорить с точки зрения проработки схемы вроде как же авторский дизайн и славятся большим количеством цветов за большим количеством бэкстича то здесь опять же мне кажется что и в одном и во втором случае есть абсолютно экстремумы то есть есть авторские схемы очень простые с минимальным количеством цветов вот те же самые примитивы и есть наборы которые наполнены огромным количеством цветов и бэкстича то тут же самое дима и шанс да давайте тоже не отходи далеко либо многоцветные дизайны поэтому резюмируя данную тему я бы сказала что граница то между наборами авторскими схемами очень сильно размыто вот либо я не совсем скажем так поняла вопрос да в чем все таки такая принципиальная разница вот у меня в громах есть все мне есть и наборы и схемы и буклеты у меня есть и авторские схемы есть авторские схемы с комплектациями ну причем тоже и российских дизайнеров и американских дизайнеров для меня не существует вот в этом плане географических границ то есть я иду от сюжет если мне нравится я беру если продается схеме хорошо и куплю схеме продается в наборе на там куплю в наборе если я собираюсь ближайшее время вышивать этот сюжет и у меня есть выбор между тем чтобы купить схемы купить набор с большой долей вероятности я куплю набор потому что я просто сэкономлю себе время и силы на то чтобы не собирать материалы у меня не полная палитра они так dmc у меня они по мере там как я вышиваю и не сами собой собираются то есть я не задаюсь целью как-то иметь у себя полную палитру я вышиваю не только dmc я вышиваю и гамма и пнк кирова из хс и финка и анкорда и всем вышиваю у меня нету каких-то предубеждений на тему того что там где бы душа только одними нитками да нет если дизайн разработали в той или иной палитре ну значит я повышиваю так как заложен цене я уважаю его труд если мне нравится сюжетами я видела отшивы которые меня зацепили значит я верю в эту разработку и буду вышивать тем что выбрал сам автор вот поэтому я не держу у себя полную палитру какого-либо производителя а ниточки собираются просто по мере того как они у меня собираются как остатки или как то что я там покупала для каких-то процессов вдруг мне не понадобилось лишний моточек купила так включу перенесла на планшет вопросы предпочтете получить в подарок набор и вышить его самостоятельно или уже отшитую по нему работу вот здесь я однозначно скажу что я конечно же хочу получить набор подарок потому что я вышиваю мне нравится это моё хобби это моя страсть это занимает большую часть моего свободного времени и естественно мне нравится сам процесс и результат которая потом получаем поэтому конечно я лучше получу набор и вышли его потом самостоятельно я буду помнить что мне его подарили он не будет вызывать какие-то определенные ассоциации набором не давали от набора мне дарят так периодически я помню все истории всех своих наборов ну тоже наверно знаете вот не в рамках этого вопроса просто поболтаем мне очень нравится когда у меня набор ассоциируется у меня подарены с чем-то допустим в прошлом году когда я была на даче в свой день рождения наши друзья подачи подарили мне деньги словами что ты сама лучше знаешь что тебе нужно там есть хобби может быть и что-то для своего хобби купишь и я тогда подумала что я конечно хочу купить набор и я долго подбирала какой набор купить потому что мне хотелось чтобы он ассоциировался у меня из дачи и с тем временем которое мы проводим вместе я долго 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 перебирала и в итоге как раз уриолис вышла новинка там изображена дача я думаю что я сейчас вставлю фотографию превью этого набора значит там такой задний двор газон кусты такая скамейка качели не пункта по моему столик с фруктами и кошки сидят в общем такой однозначно дачный сюжет и он не очень точно ассоциируется как раз вот с нашими друзьями соседями потому что у них сзади дома раз такая лужайка на которой мы все собираемся вечером никогда все дела сделаны и мы там отдыхаем и вот я как раз купил этот набор он у меня в планах этого года я очень хотел его начать вышивать в июне но пока не получилось но я все-таки хотя бы несколько крестиков вышлю не хочется на дачный сезон его начать но дальше уже буду вышивать как будет получаться вот я таким образом себе выбрал набор вот есть другая история с подаренным мне набором у нас на работе одно время была практика это часто бывает в офисах тайны санта это когда каждый пишет свое имя на бумажке кидается в шляпу и потом все по очереди по одной бумажке достают и человеку который на этой бумажке написан дарит подарок тайны санта тайны в том что никто не рассказывает кто кому дарит подарки потом в условное время в условное место все приходят значит складывают подарки в кучу и разбирают ты несколько лет назад я обычно дарит что такое традиционное на там какой-то бутылку с напитком шоколадки чай и наборы для душа редко подарки и сильно персонализированные но особенно когда коллектив большой но вот один год случился когда мне подарили набор для вышивания это набор панна со слонами она такая семья слонов я тоже наши составы прибил я помню что я очень удивлена была этого подарка потому что во первых это набор для вышивания это набор которого у меня нет в коллекции и этот набор очень как бы попал в тему на то что я не люблю вышивать людей какие-то тематики не люблю я не люблю там допустим стимпанк какой еще сюжет допустим я не знаю там цветы вышиваю животных вышиваю птиц вышиваю давайте скажем так все равно даже в каждом вот этом направлении есть сюжеты которые наверное бы не хотелось мне вышивать а эта семья слонов она мне прям очень очень моя во первых я люблю вышивать животных во вторых семья это в принципе до лиц творение чего-то очень хорошего доброго и как то вот ну для меня подобная тематика ну слоны сами по себе тоже очень такие символичные животные большие мудрые но опять же да это животные у которых которые создают семьи природе и я очень прониклась темы этого набора и мне было интересно кто же мне подарил а скрывать было нельзя и я помню что кто-то еще пошутил сказал да тебе наверное вот вот аут девушка подарила аят ну так в принципе человек не конфликтный но бывает знаете с кем-то просто ну не сойдешься ни на одной волне вот и вот мы как раз с той девушкой которые назвали были вообще не на одной волне как-то так я куда ну нет грудо ну не может быть вообще ну вот это последний чик про который я подумаю что мне подарили настолько вот что она не могла подарить настолько вот прям мой подарок я как это вот ну ну правда вот у точно в последнюю очередь подумаю я я как-то попытался повыяснять но ничего не получилось я думаю и ладно и проходит наверное полгода может быть семь восемь месяцев и вот как раз той девушка как-то же разболтались вдруг хорошо разговор пошел и вдруг она мне говорит отчет от моих салонов ты вышиваешь что у меня мир перевернулся правда у меня в тот момент перевернулся мир потому что я была в таком шоке я так это все-таки ты наглядала я кружу игру честно я бы вообще не подумала на где-то я знаю меня играть все всегда типа считают мягко говоря так себе что я типа не способна такие поступки я конец не в том смысле грану просто у нас с тобой вроде бы как не особо-то контакт был на горит но тем не менее мне выпала бумажка с твоим именем я как-то попал в такую тематику то это прям очень угадала это случайность нагреть нет я выговорит поискал у тебя в соцсетях я как нашла твой блок на блогере почитала нагреть посмотрела во всех соцсетях что-то публикует что-то вышиваешь на примерно составила впечатление потом этот поехал в леонардо там наверное час говорит я ходила выбирала это вот выбрала этот набор что я правда я в тот момент была в таком просто шоке уж насколько я стараюсь не судить о людях ну там я в очередной раз для себя решил что я могу ошибаться я вот тогда настолько ошиблась я была удивлена и я этот набор к своему сожалению до сих пор не начала вышивать на его очень хочу вышивать потому что он у меня ассоциируется мало того что опять же тематика слоны семья и все такое так еще и меня этот набор ассоциируется с этой истории имеет история очень греет потому что ну вы понимаете куча мыслей до сих пор да я рассказываю эту историю не знаю мне кажется меня дрожь в голосе вот наверно такие две истории которые мне прежде всего вспомнились вопрос то было помните что я предпочту в подарок получить набор ли уже вышитую работу поэтому конечно ответ набор что я мало того что вот у меня будет с ним что-то ассоциироваться так еще и я буду вышивать тоже все вспоминать ну в общем как-то как-то так следующий вопрос стоит ли дарить свои вышитые работы ваш опыт и выводы к которым пришли здесь я отвечу так что дарить вышитые работы нужно очень выборочно и понимать кому даришь потому что человек должен ценить во первых ручную работу понимать что это такое ценить это и чтобы ему это пришлось к месту скажем так ну потому что люди все разные это неплохо нехорошо но да если кто например предпочитает живопись допустим есть те кто предпочитает может быть какой-то другой вид рукоделия творчество и дарить человеку который предпочитает живопись дарить ему вышивку но по меньшей мере странно то есть у меня были знакомые которые узнавая о том что я вышиваю у меня говорили то зачем проще же нарисовать что-то тратишь время типа на вышивку я к таким людям отношусь спокойно в это мнение оно имеет место быть почему нет я даже не пытался объяснить почему вышиваю гранат у меня хобби такой кто-то рисует а я вышиваю и конечно таким людям дарить вышивку бессмысленно поэтому нужно вот все таки если уж дарить то тому кто вышивку понимает и ценит и опять же еще и смотреть что дарить потому что одно дело подарить огромную картину на которую сейчас извиняюсь я вот из кадра достану то что мне нужно скрепить и новую ниточку вставить в иголку значит нужно еще разделять что дарить либо это какой-то может быть маленькая саше киджи до романтичные барышни которые хотят например то мужчине подарить на что-то сделано своими руками до что-то такое теплое душевное ну тогда вариант какой-нибудь не знаем ну саше под вопросом конечно да ну или за какой-нибудь брелок ну или какую-то мелочь допустим можно и другое дело дарить огромную картину на которую под потрачено огромное количество усилий но это всем другое дело это тоже ну и вам будет жалко своего труда если люди не оценят и люди потом тоже будут испытывать некое неудобство потому что допустим картина не понравилась или они там не хотят ее куда-то вешать убирать шкаф тоже стыдно потому что дарительница потом придет в гости обязательно же спросит скажет а где мой подарок и люди будут испытывать дискомфорт ну то есть зачем это создавать эти потенциально дискомфортные ситуации когда можно этого избежать поэтому ударить конечно нужно тому кто-либо хочет и попросил этого ждет обладает просто говорят я хочу подарили либо если точно 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 прям знает что люди это любят и ценят опять же расскажу историю я не помню рассказывал я ее на канале не рассказывала у меня была ситуация когда я дарила свои работы у меня у подруги сейчас меньше к сожалению общаемся была подруга которая выходила замуж и а тогда было повальное увлечение этими на эти вышивать по фотографии то есть берешь фотографию в специальную программу и запускаешь и тебе начать рисуется схема почему-то можно было еще выбирать каким количеством цветов я вот придумала что прям классный подарок для того чтобы подарить на свадьбу я не писала якору у меня для тебя какой-то сюрприз кроме можешь пожалуйста прислать фотографии себя и своего будущего мужа ну вторых котором больше нравится не прислала я значит через программу вот это все прогнала я уже сейчас не могу показать фотографию того что получилось потому что у меня не сохранилось вышить мне нужно было за три недели поэтому я задала программу параметр что должно быть не больше четырех цветов ну сказать что получилось не очень ну я не знаю я конечно понимаю что сейчас я бы такой вышивать не стала там причем программа это она сделала не в сепи она сделала там были цвета синий черный там была такая еще ночная фотография при свете фонаря поэтому там был цвет я помню синий черный и два оттенка бежевого в принципе получилось в общем то неплохо из четырех цветов реально видимо повезло мне была хорошая программа для прогонов вот я вышла подарила такая большая серьезная картина и но действительно она понравилась но к сожалению жизнь такова что они потом развелись я честно гляне знаю судьбу сейчас этой картины вообще где она и что она вот опять же да еще один момент я поскольку так тоже заморачиваюсь вопросом что не хранить какие-то лишние вещи дома не захламляться сейчас понимаю что вот интересно где-то картина данного у кого-то нарастает и занимает место можете и вообще выкинули да вот тоже не знаю вот еще один момент что нельзя ну как лучше стараться до не дарить не оформленной работы тоже опять же только если это не условия когда человек которому дальше просил подарить картину и что будут оформлять сами под интерьер потому что тоже был у меня опыт когда я очень задорно вышел одну работу подарил ее неоформленную тоже думаю что там оформят в итоге она пролежала без дела и я и в итоге забрала себе со словами ну давайте хотя бы в подушку сошью ну и на этом все остановилось потому что я вам рассказывала я шить не особо люблю я могу годами собираться морально для того чтобы потратить потом час времени чтобы на швейной машинке быстренько сшить подушку вот и нужно еще как мне кажется крайне аккуратно относиться к дарению вышитых работ вышивальщица потому что далеко же не каждая вышивальщица приемли от у себя дома чужую вышивку ну когда что-то сам умеешь делать вроде как зачем поэтому я сама позволяю себе подарить моим рукодельным подругам либо подругам которые вышивают только что-то очень вот маленькое и прикладное ну то есть например открыточку или какую-нибудь игольницу ну то есть что-то вот совсем-совсем маленькое то что будет символизировать сделанное от души своими руками но при этом не будет занимать много места это можно брать шкатулку этим можно пользоваться и все и точно так же мне тоже мои подруги дарят либо что-то маленькое либо по договоренности вот у меня допустим есть подушка с тигром этого тигра вышила света света стиме смотришь меня почему-то появилось подозрение что-то стал смотреть мой канал привет тебе вот света как раз любит вышивать и дарить и она однажды вышила шикарного тигра по нанесенной основе от матрины посад но она вышивает нитками риолис и вот представляете тигр вышит этими мягкими шерстяными нитками от риолис просто потрясающий она еще так здорово подбирает цвета что она не по ключу естественно просто берет поскольку это риолиса берет оттенки там как хочешь комбинирует у него прям очень классно получился тигр я на то что оставлю фотографию вот и она когда вышла она мне предложил эту тигру я хочу я тебе подарю а я такой я причем я помню что я очень сильно восхищала стать тиграми сушку какой классный прям вообще он как хочешь я к тебе подарю ты этого оформишь в подушку я говорю давай я хочу не такой тигр у себя дома давай и она мне на день рождения вот кстати я сейчас помню это было пять лет назад на пять лет назад она мне подарила эту вышивку я прям щас знаете вспомнила место где мы были когда мне подарила 12 августа день рождения и вот скоро будет ровно пять лет она мне подарила этого тигра я его достаточно быстро оформила в подушку и эта подушка у меня до сих пор то есть вот я сейчас закончу снимать видео пойдут носить статьи в комнату а там в комнате на диване лежит эта подушка у меня до сих пор я подушками с вышивкой не пользуюсь по назначению меня просто выполняют декоративную функцию поэтому все хорошо с этой подушкой но сейчас как новенькая так следующий вопрос о там знаете так это называется вопросы погорячее пошли самый интересный и самый скучный формат на вышивальном ютюбе вышивание youtube во первых я скажу что я смотрю естественно я очень люблю вышивание youtube смотрите подписано большое количество каналов не все успеваю смотреть но стараюсь так у меня бывают периоды когда я много начинаю смотреть потом стою делаю перерыв вот сериальчики смотрю а потом опять возвращаюсь и самый интересный для меня формат это конечно рукодельные покупки а я очень люблю смотреть покупки потому что меня это очень вдохновляет я сама покупать на люблю смотреть кто что покупает то что всегда можно посмотреть что-то интересное для себя что-то новенькое для себя либо может быть если я на что-то засматриваюсь я увижу у другого человека это в покупку то я могу послушать мнение и принять какое-то решение о том я возьму это или не возьму еще один интересный для меня формат это когда девочки показывают не знаю там свои рукодельные столы рукодельные комнаты к сожалению часто такие видео есть на ютюбе ну понятно да что один раз снял вроде бы как что еще тут я тоже очень люблю разглядывать наверное поэтому я и у себя сделала такую рубрику которая называется рукодельный сундучок когда я вместе с вами перебираю там свои шкатулки запасы и так далее вот то что мне тоже очень нравится поразглядывать у кого чего есть кто как что организовывает ну потому что очевидно что я такая же рукодельница как и все у меня все не идеально и мне интересно тоже вдохновиться почерпнуть идеи посмотреть кто как организовывать свое вышивальное пространство вот это то что касается самых интересных форматов самый скучный формат здесь я наверное начну затрудняться в ответе потому что у меня все по настроению то есть у меня вот есть каналы на которые давно подписано и я их смотрю и мне вообще любое видео вот все что этот конкретный человек не рассказывает мне все будет интересно даже не даже если там будет вышивка в тематике которая мне не нравится из там у человека есть чувство юмора который мне близко или там рассуждение интересные которые мне интересно слушать то мне вообще без разницы что этот человек будет показывать даже если чак будет просто не ходить с чашкой кофе по городу снимать это и что-то болтать вообще без разницы ну так вот я не готовилась к ответы на эти вопросы поэтому сейчас немножечко так буду подзависать потому что я вспоминаю вообще бывают форматы формат будний для меня тоже не всегда заходит потому что это такой вот я здесь буду и как зритель и как снимающий человек говорить это такой очень тонкий формат видео потому что здесь очень тонкая грань между тем что показывать но потому что канал вышивальный и естественно ожидание от вышивального канала что показывается только вышивка при этом на жизнь блогера тоже интересно посмотреть но потому что смотришь и интересно узнает чуть больше о человеке но когда начинают показывать слишком много частной жизни это бывает тоже наскучивает потому что то ну не все тоже интересно и поэтому здесь вот очень-очень тонкая грань то есть одной стороны помимо вышивки показать что-то интересное но в то же время не сильно переборщить в сторону личной жизни чтобы видео и данная рубрика не превратилась в реалити-шоу и поэтому я как зритель тоже далеко не все будни могу смотреть и когда вот я снимаю для вас я тоже все время стараюсь вот какой-то баланс находить чтобы показать что-то такое чтобы вам было интересно ну либо какой-то развлекательного характера чтобы вам приятно под это вышивалось и в то же время не забывать утерять достаточное количество времени вышивания плюс для меня еще скучен формат тегов я не часто их смотрю ну не знаю мне как-то вот не особо интересно это именно вот ответы на вопросы тегов поэтому я долгое время не решалась вот записывать подобные болтологические видео и когда я первый раз решил попробовать ну думаю ну мало ли но вдруг вот вам интересно да чтоб я на какие-то темы порассуждала я поэтому так несколько раз у вас спрашивала вы хотите такие видео ты сняла первое видео тоже спросила ну как до снимать или не снимать еще ну там опять же по вашим комментариям там по количеству просмотров и я поняла что такой формат на моем канале для вас на данный момент интересен и приемлем поэтому я хотя бы раз в месяц стал снимать такое видео так а вот а в принципе мне теги смотреть но только если это какой-то текст очень интересными вопросами тогда да я бывает могу посмотреть что еще это пожалуй все ну а так вот если в целом говорит то у меня очень сильно от настроения зависит бывает же это как их с книжками как сериалами то одно хочется то другое хочется то у меня для одного настроения то для другого поэтому тут и с вышиванием ютюбом то же самое то мне одного хочет у меня такого хочется то и одного блогера смотрю все видео которые не посмотрела то могу начать просто серфить по рекомендациям и открывать для себя новый канал и знакомиться с новыми людьми следующий вопрос что вас больше всего раздражает в манере подачи вышивальных блогеров отвечу дипломатично не пытаясь уйти от ответа искренне озвучу свою точку зрения этот счет я считаю что все мы разные мы все очень разные и как люди и как рукодельницы и я тоже очень часто в комментариях это говорю что у нас у всех разные точки зрения и это интересно если мы были все похожи друг на друга номера было безумно скучно а так все мы разные поэтому для меня есть только аспект вот я с этим конкретным блогером на одной волне или нет нравится ли мне чувство юмора там подача стиль этого канала или нет если мне нравится я подпишусь буду смотреть если мне не нравится то я никогда не ставлю дислайки ни в коем случае я не пишу плохие комментарии нет я просто пойду дальше и все это это же как в жизни да то мы общаемся с людьми и если это коллеги то мы вынуждены общаться с людьми и те кто нам нравится становятся нашими приятелями знакомыми друзьями очень близкими друзьями те кто нам не нравятся ну если мы вынуждены общаться там его общаемся вежливо если нам можно не общаться то мы прекращаем общения. Поэтому вышивальный YouTube — это отображение нашей жизни. Если нам какое-то, мне, давайте так, не нам, мне, а если мне какой-то блогер, ну, все у разных причин, допустим, неинтересно то, что показывают, или как-то формат мне не подходит, или что-то ещё, ну, просто, значит, это вот не моё, я не буду смотреть. Вот я не испытываю какого-то раздражения по этому поводу, потому что, ну, ну, чего? Почему я должна испытывать раздражение? Ну, просто, просто пойду дальше. Вот и всё. Вот, и... Наверное, я здесь даже больше не скажу, потому что у меня всё просто с этим. Если мне что-то не нравится, я это не смотрю, не делаю, не слушаю. Если нравится, то я остаюсь, смотрю, комментирую, ставлю лайки и так далее. Дальше. За какой вышивальной тематикой вам неинтересно наблюдать в роликах других блогеров? Так, ну, про сюжеты мы уже поговорили. Здесь, наверное, имеется в виду то, что уже касается непосредственно сюжетов самих вышивок. Здесь, опять же, повторюсь. Всё идёт от личности и от канала. Если личность блогера мне нравится, мне интересно, мне не важно, что этот человек вышивает. и даже больше того у меня может быть интерес к тому, что я не знаю. Потому что если человек вышивает эту тематику и, допустим, рассказывает, почему он её вышивает, какие материалы использует, ну, пожалуйста, есть пример, знаете, очень много тех, кто вышивает миробилии. Я к миробилиям спокойно, вот вообще ровно. Но когда показывают миробилики, чаще всего обсуждают ещё материалы, там, трежерсы, основы, и про это очень интересно рассказывают. И я для себя там тоже подчёркиваю информацию по поводу того, как ведут себя те или иные материалы, как, допустим, люди там делают замены. Мне просто интересно понаблюдать за этим, послушать. Поэтому я не переключу видео, если вдруг я увижу там, например, обилие. Опять же, там есть осенью период, когда все начинают вышивать Хэллоуин. Я к Хэллоуину отношусь спокойно, я его не праздную, но я уважаю желание других людей вышивать данную тематику, отмечать этот праздник. Я, опять же, там не буду ставить дислайк или как-то там переключаться, отписываться и так далее. нет. Ну, я посмотрю, интересно, да, какие сюжеты бывают, там кто-то, не знаю, там скелеты вышивает, могилы. Это не моя тематика, но почему нет? Опять же, мне интересно послушать. так, сейчас я включу еще раз, как там вопрос точно звучал, то я сейчас начинаю набалтывать отдельно. За какой вышивальной тематикой вам не интересно наблюдать? Если говорить о техниках, например, то другие техники, которыми я не вышиваю, мне интересно было посмотреть. Ну, наверное, я пропущу мастер-классы, потому что к мастер-классам имеет смысл обращаться, когда непосредственно уже хочешь вышивать и хочешь подчеркнуть какую-то информацию. то вот такие видео, да, я пролистну. А так, опять же, если человек вышивает в той технике, которой я не вышиваю, тоже у меня за этим интересно понаблюдать. Вот здесь все-таки вот, я, наверное, почему так еще начинаю подвисать в ответе на этот вопрос, потому что для меня этот вопрос очень близок с вопросом по поводу скучных форматов. Потому что, ну, как бы, формат, сюжет. То все как-то туда же, я там уже развернуто ответила. Ну, наверное, я бы не стала смотреть видео на канале вышивальщиц, если бы они были посвящены технике алмазной мозаики. Вот мне это вообще не интересно. Я бы такое, ну, просто пролистнула бы. Я бы смотрела только видео, посвященное вышивке, а это бы пролистывала. про вязание, наверное, не стала бы смотреть тоже, ну, просто потому что мне это неинтересно смотреть. А если бы вдруг вышивающий человек начал снимать сюжеты, например, про книги, может быть, еще там, про что еще, что мне может быть интересно. Ну, вот какие-то сопутствующие темы, которые мне интересны, я могу посмотреть. Ну, как-то вот так. На этом вопросы почти закончились. Меня еще просили ответить на один тег, но я его оставлю про запас, потому что я смотрю, что уже хронометраж видео почти 40 плюс минут. Я думаю, достаточно. Будет что поотвечать в следующий раз. Ну, пожалуйста, если у вас есть ко мне еще какие-то вопросы или там теги вы хотите, чтобы я ответила, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Я все это сохраню и таким образом еще смогу поболтать с вами и повышевать Честера. Вот. Я благодарна за те вопросы, которые вы мне прислали, за то, что я сегодня могла о них ответить. И все. Я буду завершать это видео. Я сейчас дошью за кадром уже эту ниточку. Ну, я желаю вам хорошего настроения, удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока.